Совет глав прошел в Уссуриске. В некоторых районах края сейчас складывается сложная обстановка. Тайфун Данас обошел Уссуриск, но зацепил север Приморья. Как вести себя в режим ЧС? Возможно ли подготовка к паводку? И какие меры предосторожности предприняты властями? Вопросов на совете обсудили много. В случае угрозы чрезвычайной ситуации главное действовать на опережение, говорят сотрудники МЧС. И такая возможность у специальных служб есть. Основным органом управления является Центр управления в кризисных ситуациях, которые в ежедневном режиме доводят до ЕДДС муниципальных образований прогноз развития гидрологической и в принципе всей оперативной обстановки, которая может складываться на территории того или иного муниципального образования. Режим повышенной готовности был введен практически во всем крае. Сегодня он снят. В некоторых районах действует режим чрезвычайной ситуации. Уже несколько лет власти края решают проблему регулярно возникающих паводков. От наводнения страдают практически все территории. Принято несколько краевых программ, по которым углубляют реки и выпрямляют русла. Но чтобы достичь результата, эта работа должна вестись постоянно во всех населенных пунктах. Эти огромные деньги были выделены из резервного фонда администрации Приморского края в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 2018 года. Ну и в принципе мы ликвидировали последствия и тем самым готовились к павлу 2019 года. Обсудили на совете и ситуацию с пожарами в крае. Осенью Приморья страдает от подтоплений, весной отпало в сухостое. Проведен ряд проверок, выводы неутешительные. Больше половины населенных пунктов не готовы противостоять стихии. В Приморском крае в соответствии с поручениями заместителя председателя правительства Борисова проведены проверки 108 на зеленых пунктах, 100% подверженных угрозе перехода при органах пожаров. Не хватает, а кое-где и просто нет пожарных водоемов. На совещание обратили внимание на Уссуриск, как на положительный пример. Даже в самых отдаленных селах округа установлены емкости для воды. Повсеместно возводят минерализованные полосы. Да и на случай подтопления у нас отработан механизм действий. В этом сезоне в преддверии осенних паводков в округ поступили водоналивные дамбы, которые помогут содержать натиск стихии.